Хотел достичь результатов. Сейчас все изменилось. Бизнес был раньше топорным, агрессивным, однонаправленным, без креатива. Сейчас совершенно все поменялось, все в ваших руках. Перестаньте изнашивать себя, как автомобиль изнашивать свои детали. Пришло время перемен. Старые законы рухнули. Пришел человек, который изменил все. И этот человек – ты. Источником результативности в бизнесе есть мышление предпринимателя, а конкретно то, что думает о себе и своих результатах предприниматель в своем деле. Источником результативности бизнеса есть ты сам. Когда ты делаешь выбор в пользу бизнеса, который ты начинаешь запускать, ты получаешь энергию. Когда ты наполнен энергией, ты же все можешь в этой жизни. Сейчас в бизнесе и жизни важно не как, а кто. Предприниматель, руководитель – это тот, кто транслирует энергию жизни и процветания. И покупатель, приобретая товар или услугу, стремится стать частью этой энергии. Когда приобретают товар или услугу сейчас, обращают внимание на состояние бизнеса. А состояние бизнеса – это состояние предпринимателя и каждого человека, кто олицетворяет этот бизнес. Поэтому, если вы хотите, чтобы продажи росли, следите за состоянием своей личности, своей команды и атмосферы, которую вы создаете. Бизнес – это вы. Откройте себя миру быстрых неизбежных перемен, и тогда именно вы станете точкой опоры для своего бизнеса. Тогда вы будете писать новые правила, где ваши цели – закон. Сейчас покупают не товар, сейчас покупают то, что вы незримо транслируете. Вашу смелость быть собой, ваш способ мышления, ваше умение жить жизнью. По моему мнению, самое главное, твои ошибки помогают анализировать и двигаться дальше. Предпринимателю важно облагать следующими качествами – целеустремленность, толерантность, настойчивость и, конечно же, любовь к своему делу. Сегодня энергия процветающего бизнеса в руках уверенной и счастливой личности, которая твердо заявляет о своих ценностях и принципах. Чтобы быть успешным предпринимателем сегодня, нужно быть счастливым человеком, который любит и принимает себя, наслаждаясь каждым днем своей жизни. Ваши аплодисменты, друзья! Я знаю, что есть еще одно короткое видео, которое мы покажем прямо сейчас. АПЛОДИСМЕНТЫ Людина створює зростання в бизнесе та знаходить шлях до себе, своєї власної сили. Знакова особистість, яка створює новий напрямок у світі бізнес-тренінгів та показує вектор мислення підприємця, що робить бізнес успішним та процвітаючим. Автор методологій та программ для розвитку бізнесу, які впроваджують у свій бізнес топ-керівники провідних компаній різних індустрій світового масштабу. Засновник компанії Designers UA, співзасновник агентства Business Consulting World, Designers UA Business Consulting Group, учасник та спікер конференцій та майстер-майндів світового масштабу. Ваши аплодисменты, дорогі друзі! После нового чудесного видеопредставлення давайте встречать на нашій сцені Батин Елеонора Юнусовой! Ваши аплодисменты! Добрый день, дорогі друзі! Здравствуйте! Доброго дня, шановні друзі! Доброго дня, дорогі друзі! Доброго дня, дорогі друзі! Доброго дня, у вас є багато важних інструментів і деталів, о которых ми з вами поговоримо. Я хочу ще раз представитися, можливо, хтось мене не знає. Мене звуть Елеонора Юнусова. Ми з Вадимом Юнусовим, моїм супругом, пишем программи по бізнесу, по розвитію бізнесу. І до недавнього времени ми работали с предпринимателями по увеличенню товарооборота в їх бізнесах. Наступив переломний момент, коли ми поняли, що важні не тільки товарообороти, але і стане підпринимателя, тому що все чаще ми почали зустрічатися з тими, у кого з бізнесом все в порядку, а вот зістаннями щастя не так, як хотілося б. К слову, вже п'ятий год ми работаємо з командою Натальєю Шевелло, компанією Incruzis. Подніміть руки, друзі, хто слухав мої тренинги. Ура! Благодарю вас! Аплодирую вам! Спасибо большое! І вот сегодня ми будем говорити о бізнесі нового времени. Можна, пожалуйста, пульт? Волшебний. Ми сьогодні будем говорити о бізнесі нового времени, і пока ми несуть пульт. Історію о себе я розказують дуже кратко, і сьогодні я розкажу маленькую деталь. В 2010 році, коли ми познакомились з моєим супругом, перше, що він сказав, коли ми познакомились, це «Привіт, а ти знаєш, що я работала на круизних лайнерах?» Я кажу, о, це круто! Благодарю! Ну і як там? Він сказав, що це маленька нова життя на воді. Це нещо, що доджен півробувати кожен. Він говорив, коли я женюсь, я повезу жену в круиз. І я сказав, я хочу за нього замуж, тому що хочу в круиз. К слову, у нас була можливість поїхати в круиз неоднократно, але зробили ми це тільки тоді, коли стали членами компанії InCruzis. Ми тут допомагаємо розвивати бізнес, при цьому считає InCruzis — одна із лучших компаній мира. Повірте, ми знаємо, що ми говоримо. Ми роботаємо з представниками компаній мирового масштаба. І InCruzis — це компанія будущого. тому сьогоднішній тренинг буде о новій ері бізнеса і житті. Є великий учитель Экхарт Толі, це канадський мудрец, який написав книгу «Новая земля». І в книгі «Новая земля» сказано о тому, що кожен із нас прийшов в цей мир для чого-то великого. І він говорить о тому, що є компанії, які змінюють судьбу і життя. InCruzis — одна із таких компаній. Наверняка ви це знаєте. Сьогодні я хочу попросити вас приготуватися к грандиозним здивігам к мировосприятию бізнесу. Після цього тренинга у вас змінюється мировосприятие бізнесу. Але давайте вначале проговоримо о том, каким был бізнес старого времени, чого уже не существует. Первое — це авторитаризм. Авторитаризм — це бізнес старого времени. Авторитаризм — це коли наставник чи лідер хочеть подавляти, хочеть бути главенствуючим. Конкуренція. В бізнесі старого времени многими предпринимателями двигала конкуренція. Потому що хто-то хотів бути більше других. Хто-то хотів бути быстріше, більше, сильніше, як учили в спорте. Але це бізнес старого времени. В бізнесі старого времени була боротьба, коли чоловік говорить, я буду бороться, я буду бороться за своє будуще. Було вживання. Люди строили бізнес, і зарабатували деньги для того, щоб выживати. Для того, щоб хватило на що-то, але не хватило на главное. Але не хватало на главное. Бізнес як нужда, результат любой ценой в бізнесі старого времени. Тобто чоловік не інтересував, який ресурс він затратив на результат. Він затрачивався полностью, на 100%. І тоді возникали перекоси в личній жизни, в здоров'ї, в самочувстві. І многих предпринимателів це не устраивало, і не устраивает сейчас. Звичайно, що було в бізнесі старого времени, це побег от реальності. Тобто люди вовлікались в бізнес, для того, щоб сбіжати від реальності, для того, щоб забити свої проблеми занятостю. Це не работает. І в бізнесі старого времени 99% життя не мело міста в самої життя. Гонка і страх. Звичайно, як говорять дуже мудрі люди, Сейчас миру нужны бизнесы, где бизнесы будут о жизни, а не о выживании И давайте посмотрим о том, какие парадигмы у нас есть в бизнесе нового времени Итак, в бизнесе нового времени первое лидерство, об этом говорил вчера Майкл Хатчисон Много об этом говорил вчера Джонатан Диаса, когда он говорил о том, что если ты развиваешь инкрузус, чтобы развивать людей, тогда ты победитель Это так, браво и благодарим за этот инсайт Бизнес нового времени это авторитетность, авторитетный лидер все мы знаем, он никогда не просит идти за мной Авторитетный лидер это тот, который ведет себя так, что за ним хочется идти Он не стоит спиной к своим целям, он развернут к солнцу, к свету, к своему видению Из-за этой энергии люди идут, поэтому важно быть авторитетными Не нужно лидеру просить, идем за мной Важно делать действия, которые будут вести людей за вами Командная работа, объединение, только вместе, никак не по раздельности Раньше бизнес единоличников занимал главенствующие позиции Сейчас важно объединяться, друзья Инкрузус это бизнес объединения, инкрузус это бизнес единства Принятие, принимать то, что мир не идеален И мы с вами не идеальны, мир несовершенен И вот в этом несовершенстве есть совершенство и целостность мира Поэтому, если возникают трудности, принимайте, благодарите Созидание, наблюдать за развитие индустрии Наблюдать за тем, как меняетесь вы в бизнесе Создание Бизнес, как инструмент реализации потенциала личности И реализации цели Где бизнес ваш инструмент Не бизнес управляет вами, а вы бизнесом управляете Я часто от партнеров слышу Ой, как я хочу достичь результата И вы смотрите на бизнес снизу А нужно бизнес взять в свои руки и просто его делать Объединяясь, созидая Очень важен экологичный результат из глобальной миссии У каждого из вас есть миссия Конечно же, удовольствие от процесса Конечно же, бизнес как неотъемлемая часть жизни Где вы не говорите Вот я сейчас поработаю немного Дойду до ранга И больше никогда не буду проводить презентации Если вы так думаете То для чего же вам инкрузус? Ведь инкрузус это часть жизни Это образ жизни Это когда ты летишь в самолете И говоришь А вы любите путешествовать? Когда ты понимаешь, что это часть твоей жизни Когда ты горд тем, что ты имеешь принадлежность к инкрузус Кто смотрел мои тренинги, знает Что у нас есть один клиент, скептичный такой мужчина И он говорит Элеонора, почему в 2023 году вам так сложно попасть на консультацию? Мы говорим У нас есть команда, с которой мы работаем И мы уже уделяем, наверное, 70% своего времени И он говорит О, что же это за команда? Мы говорим Команда потрясающая компания Инкрузус Элеонора, вы работаете в сетевом Я говорю Мы работаем с крутыми людьми Они говорят А как компания называется? Мы говорим Инкрузус Он говорит Значит, хорошая компания Надо посмотреть Понимаете, о чем идет речь? Очень важно гордиться местом К которому вы принадлежите И, конечно же, важно иметь свой ритм С колоссальной результативностью Где результативность определяет не скорость, а глубина вашего бизнеса Ну, конечно же, смелость и любовь И перед тем, как мы перейдем к следующему этапу Тут, наверное, секундочку Дайте назад отлистать Сейчас будет момент Который не запланирован по сценарию Режиссеры, простите Я хотела бы Все, что только что произнесла Подтвердить фактами Фактами, которые говорят о том, что Все начинается с лидера И Сегодняшнее мероприятие И каждый из вас И то, что я здесь есть И то, что каждый из вас здесь есть Конечно же, глобально Это заслуга Майкла Хачсона и Франка Котины Только Все мы Лучи огромного солнца И вот есть Два луча С которых все начиналось Говорят, что Простите Говорят, что Человек может все Это так А если он умеет объединяться Он может еще больше Сегодняшнее мероприятие Это результат работы Двух потрясающих женщин Одну из них я знаю хорошо Другую Не очень хорошо Но я испытываю глубокую Симпатию Потому что Это женщина С потрясающими Семейными ценностями И с командой Работа с которой Это удовольствие И позвольте мне Немного импровизации Я сейчас хочу пригласить На сцену Бордиректора Украины Диану Борщенко Дианочка, здравствуйте И поаплодируйте Благодаря которому Вся аудитория Сегодня здесь Бордиректор Украины Наталья Ашевела Прошу Нам понадобится Второй микрофон Он уже здесь Итак, друзья Это два Первых Бордиректора Украины Третий Бордиректор Роман Дрыга Четвертый Бордиректор Юлия Мазница Это их Детище Скажем так Продукт Их работы Но Сегодня речь О Диане С Натальей С этих двух женщин Когда-то все началось Когда я Еще не работала С компанией Крузис Когда мы с супругом Не знали Компанию Крузис Но мы уже были Членами клуба Алена Схаб Аленочка, привет, спасибо За то, что мы здесь Рассказывала о том Что есть Наталья Шевела И я думаю Надо посмотреть Что за женщина Захожу в интернет А там Ютуб И презентация Ну Людей было немного Человек, наверное, 20 И значит Там Наталья Диана И Геннадий Геннадий, здравствуйте Здравствуйте Вы неотъемлемая часть Ранга и бизнеса Все это знают И понимают И я смотрю И думаю Какое трио Возможно Они родственники Там было такое Единство Там Ну Там было много Любви И вы знаете Поскольку Наш тренинг Сегодня говорит О том, что Начинается новая Эра бизнеса То с сегодняшнего дня Важно сдать Новые Парадигмы И этот новый путь Могут начать Только эти две женщины Диана Борощенко И Наталья Шевелла Потому что Это две Неимоверно Сильные личности Объединение Которых Даст Ни одного И ни десятерых Бортов В команде И я хотела бы предложить Чтобы Наталья Сказала Диане Благодарности Которые Есть За то, что Такой зал Сегодня Здесь Скажите Несколько Благодарностей Друг другу И давайте Объединение Начнется С вас Конечно Я благодарю Всех своих Наставников И благодарю Я их Называю Проводниками Потому что Каждый Человек Благодаря Которому Дошла Информация Ко мне Это Были Неслучайные Люди Они Появились В моей Жизни Неслучайно Поэтому Я У нас Немножко Немножко По-другому Там Было Я Позвонила Наталье Тогда И Так Как Мы Друга Давно Уже Знали Я Спросила Чем Она Занимается Потому что Были Общие Вопросы Не Знали Куда Использовать Свои Знания Свой Опыт Чтобы Полезными Быть Конечно Зарабатывать Нужно Было И Она Сказала Что Я Занимаюсь Лайнерами И Я Не Говорит Ссылку Тебе Дам Но Я Ничего Не Понимала Потому что Я Сплэндида Все Знают Что Это Сплэндида Я Помню Что Здесь Недавно Кто-то Тоже Был В Круизе Сплэндида Но Это Не Важно Это Просто То Что Я Всю Ночь Не Спала Поэтому Я Пришла Именно На Эти Эмоции На Вау Эффект Нашей Компании Это Потом Уже Деньги Так как Мы Хорошо Друг друга Знали То Мы Долго Разбирались В этом Мы Можем Разбираться В Компаниях Потому что Что Такое Бизнес Рекомендательный Мы Не Могли Ошибиться Потому что За нами Шли Люди И Если Мы Неправильно Сделали Какой-то Итоговый Своим Вывод Высновки То Люди Не Пошли Куда Вы Ходите Куда Вы Нас Водите И Мы Очень Тщательно Просматривали Эту И Конечно Через Два Месяца Мы Приняли Решение Стартовать Когда Мы Были Уже В Уверены Поэтому Я Благодарю Наталью Я Благодарю Всех Спонсоров Которые Были В Моей Жизни Люди Всегда У Нас Учителя Поэтому Что Бы Не Случилось Хорошая Учитель И Плохое Тоже Учитель Я Вам Желаю Только Делать Вовремя Выводы И Работать Тоже Над Собой Спасибо Девочка Спасибо Наталья Спасибо Я Хочу Поблагодарить Тебя Хочу Поблагодарить Тебя За Самой Лучезарной В нашей Команде В нашей Компании Я Хочу Поблагодарить Тебя За Твое Лидерство Я Хочу Поблагодарить Тебя За Твои Такие Действительно Высокого Уровня Семейные Ценности Я Хочу Поблагодарить Тебя Как Ты Показываешь Пример Как Надо Вести Команду Потому Что Ты Очень Структурный Такой Системный Лидер Спасибо Тебе Большое За Тот Огромный Потенциал Топ Лидеров Которые Есть В твоей И в нашей С тобой Команде И в нашем Прекрасном Клубе Инкрузес Я Хочу Поблагодарить Тебя За То Что Ты Показываешь Как Надо Какой Надо Быть Женой Как Муж Должен Правильно Ухаживать За Женой Я Этому Бы У тебя Получилось Как Ты Так Умеешь Этим Всем Красиво Управлять Бизнесом Лидерством Семьей Я Хочу Поблагодарить Тебя За То Что Ты Создала Невероятные Обучения Для Всех Нас Для Команды Спасибо Тебе Большое Я Желаю Тебе Роял Амбассадора Я Желаю Тебе Иметь Нам С тобой Десят Счастлива И Нам С тобой Мира Мир Ногонебов Син Друзья Борд-директор Украины Диана Борщенко Борд-директор Украины Наталья Ашебела Показывают Как Важно Объединяться Для Лидерства И Бизнеса Спасибо Спасибо А мы Продолжаем Друзья Бизнес Начинается С лидерства Бизнес Начинается С умения Двигаться Дальше Хоть Мы С Дианой Мало Работаем Но Вообще Не работаем Но Я Всегда Восторгаюсь Тем Как Команда Говорит О том Что Как Хотелось Б Чтобы Товара Ворота Рассли Как Хотелось Б Чтобы Как Можно Скорее Были Ранги Диана Ваши люди Об этом Говорят Я говорю Какая у вас Цель Ну У Диана Вот идет На новый Ранг Я говорю Вау А у вас Какая цель Они говорят А у меня Окей Сейчас Подумаю Наташ Ну вы знаете Да Что Все лидеры Говорят О том Что Так Наташа Амбассадор Значит Мне нужно Просчитать Поэтому Друзья Только Что Два Бордиректора Показали То Как Важно Благодарить Друг Друга За То Что Вы Есть И Как Важно Двигаться Вперед В объединении И пусть Это Событие Этот День Будет Началом Объединения Мы Продолжаем Времени Конечно У меня Меньше Но Это Время Бордиректоров А я Просто Даю Векторы Ориентиры И Очень Хочу Верить Что Объединение Команды Даст Колоссальную Мощь Даст Колоссальные Товарообороты Рост Бизнеса Множество Бордов Бордов Привет Всем Бордиректорам Привет Будущих Я знаю Что Все Вы К этому Стремитесь Итак Несмотря На то Что Мы Говорим Объединении Смысл В том Что Каждый Из нас Усчастник Построения Нового Мира При этом Построение Нового Мира Начинается С построения Тебя Бизнес Это Ты Все Что С тобой Происходит В бизнесе Это Ты Знаете Ли Нас Не Спрашивают Хотим Ли Бизнес Нового Мира Нам По Факту Предлагают И Говорят Что Новый Мир Уже Настал И Ты Либо Идешь Либо Не Идешь То Друзья У Вас Нет Возможности Сказать Я В сторонке Повстаю Мне Нравится Жить По Старому Вы Знаете Война В Украине А мы С супругом Жили В Ирпине Не Гуглите Просто Поверьте Потрясающе Можем 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 Продолжить Так Мы Жили В Ирпине И Когда Началась Война Мы Поняли Что Все Может Быть Разрушено И Нам Нужно Было Встать И Уехать Из Нашего Дома Который Мы Только Привели В порядок Доделали Ремонт Я Повесила Последнюю Рюшечку И Муж Говорит Нам Нужно Ехать Дальше Так Не Хотелось Это Все Брусать Так Не Хотелось Понимать Что Нужно Двигаться Дальше Но Нам Пришлось Это Сделать Так Вот Бизнес Нового Времени Говорит О том Что Вам Нужно Опережать События И Мы Попали В Эту Ситуацию И Бежали Убегали Из Домов Которые Обустроили Потому Что Мы Не Двинулись Вперед Тогда Когда Нужно Было Мы Не Захотели Бизнес Нового Времени Подразумевает То Что Вы Должны Быть На Шаг Впереди Вам Не Нужно Чтобы Кто Вам Рассказывал Что Нужно Подключать Людей Это Ваша Миссия Вам Нужно Кайфовать От Презентации Вам Важно Понимать Что Пока Обстоятельства Вас Не Выдолкнули С Вашего Ранга С Нового Уровня Вам Нужно Идти Вперед А что Что Произошло Ускорение Нового Мира Но Выбор Новых Действий За Вами А Сейчас Я скажу Очень Важное Инкрузус Неотъемлемая Часть Нового Мира Мы Сейчас Учимся В Канаде У Экхарт Атоли Пока Что В онлайне Скоро Приедем Туда Буквально В ближайшее Время На Живую Встречу И Экхарт Атоли Говорит О том Что Есть Наверное Десяток Компаний Которые Ведут Мир Вперед Друзья Инкрузус Одна Из Этих Компаний Вы знаете Есть Компания Которая Называется Вивер Нетфликс Сняла В этом Фильм Но Только Там Не Было Когерент Мозга И Сердца А В Инкрузус Есть Когерент Есть Майкл И Франк Когерент Это Соответствие Это Когда Организм Работает Без Перебоев Поэтому Про Инкрузус Тоже Нетфликс Обязательно Снимет Фильм Поверьте Будет Так Друзья Изменение Это Выбор А не Реакция Многие Люди Путают Выбор И Реакцию Все Что Есть Вашей Жизни Это Выбор Когда Мы Уезжали Из Нашего Дома Муж Говорит Это Наш Выбор Я говорю Как Ты Можешь Так Говорить Как Могут Эти События Быть Выбором Он Говорит Нетфликс Больновато Зато Честно Друзья У вас Есть Возможность Не Получать От Жизни Пинки Если Вы Будете Постоянно Превосходить Себя Если Вы Будете Всегда На Шаг Впереди На Значит Что Вам Не Нужен Человек Который Будет Говорить Куда И Что Делать Все Намного Проще В жизни Чем Нам Кажется Вам Сегодня Важно Сделать Важный Выбор Любиться В себя В свой Профессионализм В компанию И в видении Своего Будущего В компании Наполовинку Будь Нельзя Ты Либо По уши Либо Не трать Свое Время Будь Хорошим Круизером И регулярно Пополняй Это Важно Потому Что Каких Компаний Один на Миллион Нас Часто Спрашивают А почему Вы Здесь Не Строите Бизнес Друзья Мы Знаем Свою Миссию Ну Уже Я Говорю На 60-70 Процентов В этом Году Мы Работаем С Командами Потрясающих Двух Женщин Дианы Борщенко И Наталья Шевеллы Где Лидеры Начинают Понимать Что Никаких Претензий Полное Доверие Вы Так Решили Супер Даже Если Мы Не Понимаем Для Чего Это Мы За Вами Потому Что Доверие Это Самый Главный Инструмент Жизни А Если Вы Не Доверяете Компании То Вы Не Доверяете В себе Вам Нужно Постоянно Показывать Жизни Что Вы Доверяете Своему Выбору В Психотерапии Есть Такой Термин Как Интерцепция Я Не Буду Умничать Я Просто Скажу Что Тело И Мозг Постоянно Разговаривают С нами И Когда С телом Что То Не Так Это Значит Что Мы Думаем Не Те Мы Когда Вы Идете На Презентацию И Думаете Сколько Человек Подключится То Тело Будет Сопротивляться Вам Будет Некомфортно О Чем Вам Нужно Думать О Том Что Те Кто Смотрят Вас Счастливчики Они Счастливчики Потому Что Всего Лишь Миллион Двести Регистраций В мире Семь С Половиной Почти Восемь Миллиардов Людей Непаханное Поле Работы Все Хотят Жить Жизни Мечты Но Первый Инструмент Который Вам Важно Взять В свои Руки Это Отказ От Предвзятости И Готовность К восприятию Есть Такой Я Английский Язык Или На Испанский Есть Такие Люди Называются Собака Подозревака Такое Постоянное Презрение Ага Новый Маркетинг План В чем Подвох Новый Продукт В чем Подвох Успокойтесь Перейдите От Предвзятости К восприятию Одно Из Основных Психологических Эмоциональных Искажений Это Подозреваемость Перестаньте Кого-то В чем-то Подозревать Поверьте Эта Программа Написана Не только Моим Супругом Дорогой Супруг Благодарю Тебя За твой Диплом Психотерапевта Этот Тренинг Написан С психологами И ведущим Психотерапевтом Украины И Европы Чтобы не Навредить Чтобы показать Людям Как правильно Двигаться Вперед Как полезно Запомните Движения Создают Энергию Исключительно Движение Создает Энергию Не ждите Когда к вам Придет Энергия Ну сейчас Я энергии Наберусь И потом Да, конечно Если есть Медицинские Показания Если вы четко Понимаете Что нужно Что-то Исправлять В себе Физиологически Окей Мы не будем Трогать Ни свою Отрасль Но когда Ты не Двигаешься Нет энергии Вы знаете Маркетинг Директора Приходят На Обучение И говорят Элеонора Что не так В моем бизнесе Почему я не расту Я говорю Сколько человек В команде Три Сколько в бизнесе Три ключевых лидера Сколько в бизнесе Лет Два Года А в чем Как вы думаете Проблема Ну в том Что лидерам Надо вырасти Я говорю Это вам надо вырасти Вам надо Презентацию Вести Вы хотите Выехать К успеху Не транслируя Миссию Ваша трансляция Миссии Это презентация Это рассказывать Людям о том Что мир не такой Как привыкли Его видеть Он лучше И Инкрузис Проводник К лучшему миру Друзья У нас с супругом Была возможность Поехать на лайнеры Супруг работал Не в офисах Круизных линий Еще до такого Как была Инкрузис Но мы поехали Только тогда Когда появился Инкрузис А что же говорить О людях У которых нет возможностей Итак, друзья Давайте познакомимся С термином Форсайтеры Ну, во-первых Все вы форсайтеры Я вас поздравляю Поаплодируйте Это крутой термин Сейчас я расскажу Что он обозначает Итак, форсайт Это предвидение Вы маги Форсайтинг Это методология Которая позволяет Выяснить Каким может быть будущее Вы форсайтеры Потому что Вы предвидите Будущее людей Как? Сейчас расскажу Привет Хочешь крутого будущего? Хочу Приходи Круизный кабинет Это вы не работаете Друзья мои Ну, вы-то все работаете Кто-то присутствует Конечно же Поэтому, друзья Вы форсайтеры Вы знаете Этот термин Вот уже память девичья Изобрел человек Который есть фантастом Он написал Войну миров Он Написал Много Снял много фильмов Нет-нет Нет-нет Джозе Потом Форсайтинг Вы посмотрите Кто Я забыла Здесь не писала Форсайтинг Это термин Который ведет Человека В лучшее будущее Так вот Вы форсайтеры И вам важно Это транслировать Вы ведете Людей в будущее Друзья мои Вы можете Мы можем Истрелять мир Вокруг себя Благодаря нашим Способностям И взаимодействию С миром И вот все говорят Что главная Встреча жизни Это встреча С самим собой Но Инкрузус Это ваша встреча С самим собой Инкрузус Помогает вам Понять Какой вы Вы реально Хотите Или просто Думаете Что хотите Вы реально Готовы Или думаете Что вы готовы Ты благодаря Инкрузус Понимаешь Какой ты Открыт Ты или не открыт Готов Учиться Новому Или нет Ты умеешь Вставать Когда падаешь Или не умеешь Я слетел с ранга Это временно Поднимайся Пойдем дальше Что ты на этом Останавливаешься Будь форсайтером Термина о том Как увести Людей в прошлое Нет Его не существует Потому что Его не должно быть Инкрузус Помогает вам Понять Ты готов Жить полной жизнью Или нет Потому что Не все люди Готовы Удивлять Самих себя Назад Удивляйте Самих себя Друзья Чем вы можете Удивлять Самих себя Действиями Умением Вставать Почему мы перестали Работать Только с товарооборотами Потому что У меня в жизни Был период Когда я не понимала Что со мной Я не понимала Почему я себя Плохо чувствую Почему я не могу Встать с кровати Мы сдали Кучу анализов И обошли Много врачей Мне все говорят Ты здорова А я думаю Что со мной не так Я же так люблю жизнь А глубинные установки Меня тянули вниз И тогда я поняла Что нам нужно Не про товарообороты Людям рассказывать А про то Как На состоянии Строить жизнь Потому что Когда ты Не в ладах С собой То у тебя Будут перебои И у меня ушло Где-то От шести месяцев Пока я не научилась С собой Управлять Чтобы круто Управлять бизнесом Нужно круто Управлять собой Это очень важно Мало кто из тренеров Рассказывает Истории поражения А я расскажу Я рассказываю Потому что Это жизнь Потому что Мы с вами Все одинаковые У кого были Поражения в жизни Класс У кого были победы Класс Мы это создаем Вам важно знать Что интуиция Это душа А страх Это мозг Если вам страшно Это лишь привычка Значит вас научили В прежнем обществе Бояться Если вы желаете Значит делайте Создавайте Душа Это интуиция И два состояния Страх Страх И любовь Когда ты Работаешь из страха Ты все уничтожаешь Разрушающая сила Причем понемногу По капельке И ты такой Ой что со мной Ты можешь не заметить Как страх все разрушит Сначала ты будешь Зарабатывать Не столько Сколько раньше Потом подумаешь Ну ничего Всем нехорошо А как же Насчет того Что вы форсайтеры И глобализаторы А как же Насчет того Что вы В компании Которая была Предназначена Свыше Это Бог Подает Идеи И зерна Сажает В голову В светлые Умы Которые Достаточно Смелые Чтобы Идти за Интуицией И создавать Из любви Основатели Компании Майкл Хачесон Франк Одина Они Убирают Страхи И двигаются Из любви Поэтому Компания Растет Вам важно Убрать Страхи И двигаться Из любви Секундочку Назад Да Далее Судьбу Человека Определяет Его Мышление И Одним Из Корней Результативности Судьбы Человека Есть Выбор Дела Жизни Выбор Дела Жизни Определяет Качество Вашей Жизни Вы знаете Мои родители Мама хотела Чтобы я была Бухгалтером Папа Хотел Чтобы я Была Военной Ему нравились Девочки В формах Он думал Что это Мое Будущее Я сказала Спасибо Я сама Решу Что мне Делать И Если бы Я стала Дорогой Этой Девочки Не Слушайте Никого Кроме себя Делайте То Чему Вы Желаете Инкрузус Это Ваше Дело Жизни Если Да Остальное Это Вопрос Времени И Техники Инкрузус Когда Инкрузус Дело Жизни Тогда Все Получается Если Если У вас Горят Глаза То Значит Вы Пришли В нужное Время И Вы Находитесь В нужном Месте Случайности Всегда Не Случайны И Вы Не Случайно Когда Вы Попали На Презентацию И Даже Если Кто Сейчас Смотрит И Думает Странная Девушка Мне Не Импанирует Ничего Значит Так Надо Вы Не Будете Всем Нравиться Вас Будут Осуждать Вам Будут Говорить Разные Вещи Но Это Не Имеет Значения Это Просто Люди От Недостатка Любви Говорят Они Говорят И Судят Из Страха Вам Не Нужно Уподобляться Тем Кто Боится Формируйте В себе Бесстрашие Бесстрашие Это Инструмент Победителя Бесстрашие Это Инструмент Роста Бесстрашие Которое Помогает Вам Не бояться Заговорить С человеком Рассказать О том Для чего Вы здесь Какая Вас Миссия Это Очень Важно Есть Прошлый Ты И Будущий Ты Все Вы знаете Паула Гайли Алхимик Когда Ты Чего Хочешь Вся Вселенная Этому Способствует Когда Мы Идем К чему То К чему Мы Идем Стремиться К нам Что Нужно Для Того Чтобы Вы Выросли В рамке Вам Нужно Внедрять Качества Которые Вы Хотите Видеть Или В других Людях Или Вы Осознаете Что То Что Вы Хотите Видеть В других Людях Это То Чего Недостает Вам Поэтому Вам Важно Постоянно В себя Внедрять Новые Качества До Того Как Ты Встал С Кровати Ты Уже Проснулся Но Еще Не До Конца Тебе Важно Решить Каким Ты Сегодня Будешь Тебе Не Нужно Напоминать Себе Ой У меня Вчера Вечером Болела Голова Не Болит Ага Я Вчера Не Закрыл Ран Это Не Имеет Значения Только Настоящий Момент Имеет Силу The Power of Now Бестселлер Который Продается В Нью-Йорке И по всему Миру Это Книга Которая Говорит О том Что Только Данный Момент Только Данный Момент Может Помочь Мне Вырасти The Power of Now Сила В Настоящем Вы На Форуме Для Чего Сколько У вас Подключений Было За Вчерашний День Да На Энерги Можно Новые Ранги Сделать В Телефоне Просто Включить Видео И Сказать Смотри Смотри Вот Есть Кусочек Мира Без Проблем Это Выбор То Где Ты Находишься Это Выбор Чтобы Что-то Изменить Здесь Очень Просто Важно Думать Новыми Мыслями О Новых Результатах И Внедрять Новые Действия Не Надейтесь Что Кто-то Изменится Меняйтесь Сами И Да Вы Это Знаете Я Не Люблю Когда Меня Называют Учитель Тренер Эти Лавры Ни Чему Спасибо Уже Авторитарно Я Побыла Тот Бизнес Мы Закрыли Там Было Неполезно Некомфортно Ну Так Себе Мы С вами Все Одинаковые Чего Хотим Счастье Здоровье Любви Изобилия Ну Такие Да Все Мы Одинаковые Но Фишка В том Что Ты Если Просыпаешься И Каждый День Говоришь Себе Я Не Закрыл Ранг Я Неудачник А Получится Или Нет Вы Туда Идете Вы Не Можете Одновременно Ехать И На Север И На Юг Вот Так Север Юг Я Не Во всем В Семьянской Географии Есть Вопрос Какая Разница Где Это Находится Главное Чтоб Место Было Красивое Вы Не Можете Одновременно Ехать И На Север И На Юг Ну Свет Костюма Много Говорит Поэтому Я Могу Вы Собой Да Это Раньше Там Надо Было Посерьезнее А Сейчас Как Душа Говорит Так И Делает Итак Друзья Здесь Это Понятно Доверяю Значит Не Боюсь Это Психотерапевтический Прием Ты Доверяешь Значит Не Боишься Если Не Доверяю Значит Боишься Вы Доверяете Инкрузус Да Если Вы Не Доверяете Своему Наставнику Или Компании Значит Вы Не Доверяете Себе Потому Что Все Что Есть В нашей Жизни Это Выбор Вы Доверяете Себе Вы Доверяете Своему Выбору Вы Доверяете Инкрузус Да Потому Что Именно Доверие Дает Результат Не Спрашивайте О Почему Опять Изменения До Компании Еще Больше Ста Лет Жить Понимаете Компания Она Будет Из Поколения В Поколение Вы Видели Семьи Этих Муж Вы Видели Какой Там Генофонд Сыновья Покатыри Если Кто-то Из Конкурентов Говорит Что Семь Круза Что Будет Вы Знаете У 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 З У У У тебя ведет в какую-то ерунду, он тебе навеивает страхи, он тянет тебя в прошлое, мозгу важно давать команды, чтобы он не командовал вами. План, видение, пошаговое выполнение плана, благодарность, действие, удовольствие в действии сейчас и результат. Конечно же, это все важно внедрять поэтапно, мы это и делаем в наших программах, в наших тренингах, многие из вас этим уже пользуются, но у нас времени немного, поэтому быстро, да, слайды вы можете фотографировать и хотелось дать вам максимум за этот короткий промежуток времени, но это еще не все. Наверняка все вы знаете Майкла Роуча, это тибетский монах, который 20 лет прожил в монастыре, и он говорил, ну не только он, это все говорят, просто не все говорят, откуда они это знают, каждый день перед сном вспоминайте счастливого человека, которому вы помогли. Вы вообще понимаете, скольких людей, можно так сутками не спать, пока всех вспомнишь, сколько людей вы отправили в круиз, скольких людей вы пригласили на партнерство, скольких людей вы осчастливили. Вам важно каждый день, каждый день засыпать состоянием благодарности людям, которым вы помогли. Вам нужно улыбаться себе за то, как вы помогаете, и не важно, вы получаете сейчас 10 долларов, 300 долларов, 30 тысяч долларов. поверьте, счастливое состояние подтягивает цифры, а не наоборот. Об этом говорят все, Джонатан вчера об этом говорил. Спасибо большое. Если ты хочешь помочь миру, стань успешным, все захотят быть с тобой. Не говори наставнику, каким тебе нужно быть. У меня так себе наставник. А ты какой? Стань тем, кем ты хочешь быть, не требуя от кого-то. Стань. Понимаете, о чем идет речь? Мы когда с супругом поженились, он был очень строгим. Я думаю, как же мне сделать, чтобы он был мягким, как бабочка порхала. А сейчас мы друг над другом порхаем, потому что если ты хочешь, чтобы человек изменился, очень важно показать ему тот язык, на котором ты говоришь. Покажите своей команде, как вы хотите. Стать сильным рядом с сильными просто. Стать сильным рядом с сильными просто. Запишите это. Но не нужно становиться другим. Сила есть в каждом из нас уже. Хотите сильных партнеров? Пожалуйста, проявляйте силу, действие и результативность. Это очень важно. Только рядом с сильными можно стать сильным. 90% случаев срабатывает то, когда ты просеиваешь через три сита. С добром к себе, с добром к делу и с добром к человеку. Вам он, Крузу, создал модель трех сит, так сказать. Все, все просеяно. С добром к себе, да. С добром к людям, да. С добром к человеку, да. Работает. Поэтому, друзья, у вас в руках бриллиант, сомнения, страхи. Это все разрушает. Берем и делаем. У вас есть три сита. Из-за вас уже просеяли. Понимаете, о чем идет речь? Это очень важно. Вот эти три определения касаются только команды. Не переносите это в жизнь. В жизни иногда важно быть наблюдателем, но в бизнесе важно быть создателем. Наблюдатель нейтрален и критичен. Участник, вовлеченный ведомой, а создатель – творец и ведущий. Очень много в вашем бизнесе есть наблюдателей, особенно в ранних партнеров, но я понаблюдаю. Но тогда ты будешь оценивать и критиковать. Если ты оцениваешь и критикуешь, то твой мозг идет в негатив. Это не я придумала, я это прошла, друзья. Когда-то я была авторитарным критикующим руководителем. Поэтому только когда ты создатель, тогда будет расти бизнес. Когда от меня все зависит на сто процентов. Матрица положительных действий – это когда, несмотря ни на что, ты движешься вперед. Внутри каждого из нас есть целостность жизни. Вы достаточны во всем. И вот эту целостность формирует не внешний мир. Ее создаем мы сами. Целостность и результативность бизнеса формируете вы, друзья. Так хочется все успеть. Будем стараться. Поэтому очень важно, чтобы вы создавали положительные матрицы. Матрица – это привычка. Если вы привыкли думать плохо, вам нужно поменять привычку. И по щелчку пальца это не изменится. И этот тренинг не изменит ничего, если вы не начнете внедрять. Мы готовы поделиться слайдами на русском, на английском, для кого потребно украинскую. Только, пожалуйста, внедряйте. У нас есть миссия, которая касается каждого из здесь присутствующих. Тот, кто создает, не получает результат мгновенно. Это нормально. Поэтому работайте в формате. Увидел, осознал, отпустил и продолжил сознание. То есть поступательность творит чудеса. Все элементарно. Фильм «Секрет», где показывается сила притяжения. Вы это все тоже знаете. О том, что нужно время, чтобы определить, нужно вам это или не нужно. Важно для вас это или не важно. Итак, исходя из всего вышесказанного, мы используем лишь 5% своего потенциала. Лишь 5% борт-директора, вы только 5% используете. А теперь подумайте, как скоро вы можете стать амбассаторами, если вы используете все 95%? Это доказанный факт. На протяжении года, пока длится война, мы работали с нейробиологами, с психотерапевтами, с психологами. Мы работали с кардиограммами. Это от того, что в моем возрасте мы думали, что у меня проблемы с давлением. А оказалось, что я его мысленный. Вот так вот, понимаете? Врачи говорили, вы здоровы, мы не знаем, что вы делаете. И потом, когда мы пошли уже в науку, когда, слава богу, все стабилизировалось, я поняла, что происходит. Мы мыслями управляем своими состояниями. И это лишь только 5% того, что мы умеем делать. Наша задача сдвигать. Сдвигать эти 5%. Быть на 10% эффективными. На 15%, 20%, 25%. Возможно ли быть эффективными на 100%? Да, это возможно. Друзья, вы выбрали компанию, которая формирует новые парадигмы, новые правила, новые стандарты, новые мышления. Внимание, новые поколения! Новые поколения — это ключевое. Земле более 4,5 миллиардов лет. Маловато людям отведено, правда? Но ничего. У нас есть сила. А знаете, в чем сила? В этом моменте. Не в будущем, не в прошлом. В этом моменте. Вот этот момент формирует новое поколение. То, что вы думаете, то, как вы это хотите внедрить. И неважно, это поколение — это ваши дети или люди, с которыми вы соприкасаетесь, но это важно. Основное — это что вы сегодня решили делать дальше. Вы автор и архитектор своей жизни, и весь мир ждет ваших побед. Ты — это то, что ты создал, а не то, что ты купил. Поэтому каждый принимает ваше предложение и покупает не просто круиз или возможность. Каждый покупает возможность создать. Вы — проводники новых возможностей. Вы не продавцы круизов. Вы — проводники новых возможностей. Вы даете возможность людям жить и развиваться. Вы важны для этого мира. Потому что вы — проводники возможностей, создатели нового мира, и вы — движущая сила компании «Инкрузис». Вы не случайно нашли друг друга, вы не случайно встретили друг друга. Вы — создатели новой эры, новой земли и нового бизнеса. Это не просто звучит громко. Это так и есть. Не поддавайтесь гипнозу социальной обусловленности. Гипноз — социальная обусловленность. Обусловленности — это то, в чем живет 90% мира. Не менее 90% мира. И каждый день с помощью осознанности процент сдвигается. Поэтому будьте целостной личностью в составе планеты формирования новой эры счастливых людей. А вы — грузов, формируете новую эру предпринимателей и счастливых людей. И, конечно же, я бы хотела завершить свое выступление благодарностью. Я благодарю своего супруга за такую мощную программу, за то, что он помог мне справиться с собой, для того, чтобы дальше нести в мир все, что мы несем. Я благодарю тебя. Я благодарю всех, кто у нас учится. Я благодарю вас за доверие. Благодарю уважаемую Наталью Шевеллу и всех лидеров за доверие. Благодарю Майкла и Франко за то, что создали компанию, которая меняет жизни многих людей. Вы можете все помнить об этом всегда. С любовью, Элеонора Ивадимировича. Спасибо вам огромное. Ваши аплодисменты. Громкие овации.